Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как сделать приглашение для ваших семьи или друзей в Великобританию. Такие приглашения в нашей семье делались уже более 10 лет. Первое приглашение, естественно, мне написал брат, когда пригласил меня в Лондон. И так вот, год за годом, то я ездила по его приглашениям, то мама. Потом, когда я уже стала жить в Англии, я приглашала своих друзей, а также делала вызов на маму. Приглашения для друзей и для семьи не сильно отличаются друг от друга. Всё зависит от того, что вы предлагаете в вашем приглашении. Будь то адрес, по которому будет жить ваш приглашённый, или финансовую поддержку. Допустим, в нашей семье мой брат, когда вызывал меня и маму, писал в приглашении, что да, он будет спонсировать нас, даст какую-то сумму на то, чтобы мы без проблем проживали в Лондоне. Ну и, естественно, будем жить у него по адресу в его доме. Когда я вызывала своих друзей, я не давала финансовую поддержку, но говорила, что эти друзья будут жить по моему адресу. То есть, из всех приглашений, что я делала, я заметила только два различия. Это финансовая поддержка и адрес, по которому будет жить человек. Приглашение в Англию выглядит примерно следующим образом. Это письмо на одной странице в свободной форме, где вы пишете адрес вашего проживания и все ваши контакты. Указывайте в правом верхнем углу. Дальше вы пишете, для кого это письмо. Мы всегда писали виза-департмент и посольство, куда подавались документы. Если это было консульство в Санкт-Петербурге, значит консульство. Если посольство в Москве, значит посольство в Москве. Дата и дальше вы пишете в свободной форме все, что вы хотите сказать о вашем приглашении, что вы обещаете человеку и чем будете поддерживать его в Англии. Допустим, это приглашение я писала для своей мамы, когда в последний год училась в университете на курсе MBA. В первом абзаце я написала, кто я такая, как меня зовут, что я обучаюсь в таком-то университете на курсе MBA и хотела бы пригласить свою маму навестить меня. Здесь же я пишу, что я даю ей абсолютно всю поддержку, как моральную, так и финансовую. В общем, все, что касается ее нахождения в Великобритании. То есть, что я беру полную ответственность за этого человека в Англии под свой личный контроль. То есть, если что-то случится, там мне придется заплатить за нее и так далее. В общем, я полностью поручилась за свою маму. Когда я делала приглашение для своей подруги из Петербурга, она приезжала ко мне еще в первый год моего проживания в Лондоне. К сожалению, в первой визе ей отказали. Там были какие-то нестыковки в ее заявлении, не связанные с моим приглашением. Приглашение прошло нормально, но что-то там с финансовой частью. Ей отказали. И она подалась еще раз через полгода. И она получила визу и приехала ко мне в гости, жила у меня дома. В таком приглашении я обычно говорю о том, что человек будет жить по моему адресу, а всю финансовую составляющую он оплачивает сам. Также вот когда я уже в 2020 году сама ездила по приглашению моей подруги, я составила для нее примерно письмо о том, что я буду проживать по ее адресу. Дала ее контакты, естественно, спросив у нее заранее, могу ли я дать ее номер телефона и подтвердить ли она, что она приглашает меня к себе в гости домой жить. Она сказала, да-да, без проблем, пиши. Я ей выслала это письмо. То есть для того, чтобы она меня пригласила, я не хотела ее напрягать. И просто сама составила это приглашение, отправила ей, она его подписала. И также по электронной почте я его получила, распечатала. То есть ксерокс абсолютно спокойно принимается в посольстве. Я отправила вместе со своей анкетой, написав в анкете. Кстати, по поводу анкеты, там тоже есть некие различия, которые надо соблюсти, в зависимости от того, какое вам дали приглашение, с финансовой поддержкой или без. Я написала, что буду просто проживать по вот этому адресу, по которому живет моя подруга. А вся финансовая составляющая полностью легла под мой контроль. Итак, если вы едете по визит C-визит, то есть по приглашению ваших друзей или семьи, в анкете надо не забыть указать в строке income and expenditure, то есть ваши доходы и расходы. Если за вас кто-то поручился финансово, допустим, мой брат сказал, что он выделит на мою поездку, там, допустим, 500 фунтов, то вы плюсом к своей зарплате, плюсом к своему годовому доходу, кстати, о том, как заполнять анкету на туристическую визу, я уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Пишите о том, что человек, который вас приглашает, вам дает такую-то сумму, то есть конкретную сумму надо определить с этим человеком и вписать ее в строку Will anyone pay towards the cost of your staying? То есть кто-нибудь оплачивает ваше проживание в Великобритании еще? Если вы пишите «да», вам выпадает еще одно окошечко, где вы пишите, кто оплачивает, кто он вам является, друг, брат, мать, отец и так далее, и сколько он вам дает. Потом в общем итоге вы должны заполнить общую сумму того, что вы получаете и что вам дали, то есть приплюсовать. Вот это все различия по финансовой части. И accommodation details, то есть ваш адрес, где вы будете проживать. И я вот написала «я буду проживать у моей знакомой», то есть там где-то вас спрашивают, есть ли у вас знакомые, друзья, родственники в Великобритании, там вы тоже ставите галочку «да». И я написала «я буду проживать у моей подруги по такому-то адресу, с такого-то по такое-то число, примерно, те даты, на которые я планирую поехать». Сюда больше ничего вносить не надо, но плюсом к этому я еще на всякий случай даю подробное описание в extra information. То есть в самом конце вас всегда спрашивают, есть ли у вас какая-то extra информация, которой вы бы хотели поделиться, которая может повлиять на решение выдачи вам визы в Великобританию. И я часто пишу, если что-то я не смогла вместить в анкету, но я хочу это указать, и у меня есть подтверждающие документы, я пишу, что у меня то-то, то-то, я должна сделать то-то, то-то, я поеду туда-то. То есть все свои планы, которые вы можете подтвердить, у вас есть билеты или еще что-то, на всякий случай лучше вписать. Ну и также я описываю, что я буду проживать у своей подруги, а оплату и финансы полностью ложатся на мои плечи. Ну как-то так. То есть приглашение в Великобританию – это ничего сложного. Просто одна страничка с адресом, где вы будете проживать у кого, и в свободной форме указать то, что является целью вашей поездки. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok